Всем привет, я Джостин, я носитель английского языка, но я изучаю русский язык. И когда я скажу, что я изучал русский язык, я именно имею в виду, что я страдаю в обучении русского языка. Потому что у вас настолько выражений, которые нас сбивают с торку. Сбивают с торку. I think that means to confuse. Но заодно они получаются очень забавными. Так что какие русские выражения самые забавные для иностранцев, я сейчас вам покажу. Если у тебя друг иностранец, то ты можешь ему сказать эти выражения, и он точно сойдет с ума. Да, нет, наверное. Да что? Да, я теперь понимаю, что это выражение означает нет. Но если ты хочешь сказать нет, то просто скажи нет. А если ты имеешь в виду да, то скажи да, это очень легко. Но нет, вы говорите да, нет, наверное. Какие пустяки! Сказать да, нет, наверное, это будет как бы если человек меня спросил, тебе пора болеть спину? И я ответил человеку, ну хороший, плохой, неплохой. Второе. Руки не доходят посмотреть. Это выражение означает, что у человека нет времени делать что-нибудь. Ну откуда появились те руки, которые умеют идти пешком? Тем более те руки, которые имеют настолько свободных времени, чтобы работать твоими помощниками и заняться твоими делами. Я честно хочу эти русские руки. Бриллианта рука. Очень хороший фильм, кстати. Начистить репу какому-то перцу? Хрену. Вот. Очень сложное выражение запоминать. Я раньше говорил в видео, что русский язык получается шпионским кодом для иностранцев. Мы вообще его не понимаем. Потому что для того, чтобы понимать русский язык, вам сначала надо понимать русскую душу. И я точно работаю над этим. Ну вот, очень хороший пример, где вы говорите по вашему секретному коду. Хитрые. Начистить репу какому-то хрену. Выражение значит, что вы собираетесь бить человека по лицу. Но выглядит, как вы просто обслуживаете овощи. И теперь у меня действительно есть страх, что я буду стоить в продуктовном магазине в России, где две бабушки бортают друг с другом. Какие хорошие луки. Ура, есть скидка на помодоры. И там я буду нервничать и думать, ай, господи, сейчас драка будет. Клэрли, я не бокс. И поэтому из этого выражения у меня кошмары будут. Тянут кота за хвост. Это очень забавное выражение. Потому что, насколько я понял в России, почти у каждого третьего человека есть кот. И это нормально. Конечно, собаки лучше кошек, но все-таки кошки нормальные чуваки. И я понимаю, что это выражение просто значит откладывать или мешкать. У нас есть в английском языке то же самое выражение про собак, которое означает то же самое смысле. Но оно матерное. Это есть плохое выражение, поэтому я его не скажу. Но вы сами можете очень легко найти его в интернете. И последний. Это очень забавное, но и еще очень полезное выражение. Особенно для иностранца, потому что иностранцы в России очень часто ходят по барам и по клубам. И да, это значит делать что-то либо неправильно, либо глупо. Но для тех, кто живет в Сен-Петербурге, то вы уже знаете, что можно очень легко наломать ров, если ты часто ходишь по улице Думская. Потому что на этой улице очень много баров. Ребята, это все. Это просто выражение, которое либо я, либо мои друзья, которые тоже учат русский язык, считают очень забавными. Я надеюсь, вы теперь понимаете, почему русский язык и богатый, и красивый, но заодно может быть очень перепутанный и забавный. Если тебе видео понравилось, то не тяните коды за хвост и подпишитесь на канал. И если не понравилось, то мне не важно, потому что мой русский язык, мои правила. Пока! Как времени к работе с твоими помощниками? Начистить репу какому-то хеп... Начистить репу какому-то перцу или хрепу... Хрепу... У нас в английском языке есть свое выражение про собак, которое означает самое то же... У нас в английском языке есть то же самое выражение, которое означает... Но заодно еще может быть очень перепутанный из-за... Не тяните котку за котку... Коту. Если тебе видео понравилось, то не тяните... Ах, I'm dying here! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok